Уже давно отгремел фильм Марвелы, но оказалось, что его, так скажем, успехи полностью становятся понятными лишь сейчас. А успехи эти в самом деле потрясающие, хоть и со знаком минус. Дело в том, что по самым последним отчетам Марвелы стали не только самым провальным фильмом за всю историю студии Марвел, но также и самым убыточным фильмом компании Дисней в прошлом году, перещеголев даже ужасного пятого Индиану Джонса. Также это кино стало самым провальным фильмом в целом 2023 года, принеся максимальные убытки из всех возможных. При этом Бри Ларсон признали самой, как бы это сказать, антизвездой прошлого года и человеком, который, или точнее, которая вытащила из карманов своих работодателей больше всего денег. Всем привет! С вами ЮТУ и мы начинаем! Итак, что касается фильма Марвелы. Никто не питал никаких иллюзий по поводу данной новинки и не думаю, что хоть кто-то верил в то, что это кино сможет даже отбиться в прокате, но весь масштаб катастрофы с данным фильмом на самом деле прояснился только сейчас, почти через полгода после его выхода. Дело в том, что недавно Энтони Д'Алесандро из Deadline провел аналитику всех крупных новинок прошлого года в рамках, так сказать, турнира «Самый ценный блокбастер» ежегодного мероприятия, в ходе которого издание сравнивает финансовые результаты кинематографических релизов предыдущих лет, переданные им из проверенных и достоверных источников, чтобы узнать, какой фильм получил наибольший успех у зрителей, ну и наоборот. К несчастью для Диснея, в подтверждение того, насколько сильно упало их качество, из 15 фильмов, выпущенных Мышиным домом и его дочерними компаниями в прошлом году, лишь третьи «Стражи Галактики» смогли войти в топ-10 самых кассовых релизов года. Тогда как сразу четыре фильма «Особняк с привидениями», «Индиана Джонс» и «Колесо судьбы», «Желание» и, конечно же, «Марвелы» вошли в топ самых провальных фильмов прошлого года, вне зависимости от компании, их снявшей, то есть это было сравнение не внутри Диснея, а вообще во всем мире. Что же касается второго сольника Бри Ларсон, то это кино и вовсе порвало всех и вся. Правда, опять-таки, в плохом смысле слова. Став антирекордом года, ведь «Марвелы» вышли из конкурса как самый худший фильм 2023. И это неудивительно, ведь то кино в итоге смогло заработать чистыми на продаже билетов в кинотеатрах для компании Дисней 88 миллионов долларов, это уже именно за вычетом всех комиссий и прочего. Далее, 40 миллионов фильм собрал с домашних просмотров и еще порядка 90 миллионов на разных стриминговых релизах. Итого, его общая чистая выручка в сумме, если взять и театральный прокат, и все остальные, составила 218 миллионов баксов. Но что же по расходам? Ого, тут вы удивитесь тому, какую сумму «Марвелы» вместе с Диснеем вбухали в данное кино. А именно, 270 миллионов долларов заявленных затрат на производство, плюс еще ни много ни мало 110 миллионов баксов расходов на печать и рекламу. Далее, 21 миллион долларов других расходов на распространение и мерчендайзинг, ну и наконец, 54 миллиона долларов процентов и накладных расходов. Итого, общие затраты на данный фильм составили колоссальных 455 миллионов долларов, причем это уже просчитанная и подтвержденная информация, даже несмотря на то, что «Марвел» не особо-то рвались ею делиться. Таким образом, при помощи несложных вычислений можно понять, что «Марвелы» в итоге обошлись компании Дисней в сумму 237 миллионов долларов чистых рафинированных убытков. До четверти миллиарда, правда, немного не дотянули, но, конечно, и так этого более чем достаточно. И именно такие запредельные цифры сделали «Марвелов» рекордсменом по убыткам в прошлом году из вообще всех фильмов, что были выпущены во всем мире. Что же касается Бри Ларсон, то ее как главную звезду и главное имя в титрах данного провального блокбастера окрестили антизвездой прошлого года, или человеком, стоившим максимально дорого компании Дисней и вообще любой другой компании в том году. Конечно, это явно не тот титул, на который рассчитывала и надеялась сама Бри, но, увы, именно так в итоге распорядились киношные боги. Так что, думаю, перспективы в «Марвел» у Бри Ларсон после такого самые плачевные, хотя, зная боссов Диснея, от них можно ждать любого. В общем, на этом мы заканчиваем на сегодня. Пишите, что думаете об этом в комментариях, подписывайтесь на наш канал и переходите в нашу телегу по ссылке под видео. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.